О главных событиях, которые произошли к этому часу. Власти ДНР выплатят единовременную компенсацию пострадавшим при военных действиях. Срок регистрации нарезного боевого огнестрельного оружия продлен до конца этого года. В центре Запорожья произошел взрыв. Вчера на брифинге в Донецке министр труда и социальной политики ДНР Ольга Малиновская заявила о принятии решения по вопросу выплаты единовременной компенсации пострадавшим в результате военных действий. Речь не идет о компенсации за разрушенное жилье. Речь идет конкретно о вреде, причиненном жизни и здоровью людей. Категории, которые пользуются правом на единовременные компенсационные выплаты, это семьи погибших, умерших из числа гражданского населения. Министр труда и соцполитики отметила, что для организации работы в этом направлении была создана комиссия по оказанию помощи пострадавшим в результате военных действий. Принимающие документы от лиц, имеющих право на компенсационные выплаты по состоянию на 1 сентября, в комиссию обратились уже около 4 тысяч человек. Согласно принятому решению, компенсации жителям ДНР будут выплачивать в отделении государственного предприятия «Почта Донбасса». Для этого необходимо обратиться в комиссию по оказанию помощи пострадавшим при военных действиях по адресу Бульвар Пушкина, 34, Дом правительства. Внимание у граждан ДНР! В связи с активной регистрацией гражданами находящегося у них на хранении огнестрельного оружия, срок регистрации нарезного боевого огнестрельного оружия калибром не более 11,43 мм продлен до 31 декабря 2015 года. Всю информацию о порядке регистрации огнестрельного оружия вы можете получить в отделениях внутренних дел по месту жительства, либо в отделе разрешительной системы и лицензирования МВД ДНР, расположенном по адресу город Донецк, улица Ходоковского, 10А. Лица, не зарегистрировавшие огнестрельное оружие в указанный срок, будут привлечены к уголовной ответственности, установленным законодательством в порядке. Вчера поздним вечером в центре Запорожья на улице Патриотической произошел мощный взрыв. Теракт был совершен около 22.30, как сообщают местные журналисты, во дворе офиса, принадлежащего объявленному в международный розыск бизнесмену Евгению Анисимову. Сообщается, что неизвестные бросили гранату или другое взрывное устройство и скрылись в неизвестном направлении. На месте происшествия работают криминалисты, кинологи и следственно-оперативная группа милиции. Данных о пострадавших нет. Редактор субтитров А.Семкин